Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстман, а это очередной выпуск посвященный игре Железный Лёд ВКонтакте. Итак, друзья, что у нас новенького? Мы в прошлом видео ставили перед собой несколько целей. Во-первых, добыть необходимое количество изумрудов, они у нас есть. Также мы хотели перейти в новую лигу. Ну, что хочу сказать, друзья, в новую лигу я добрался. Как видите, это какая золотая, да, у нас лига. Итак, чтобы перейти дальше, нам нужно набрать 2980 кубков. И, ребят, ну зачем я хотел перейти в эту лигу? Я хотел в неё перейти, чтобы зарабатывать больше изумрудов. Но, к сожалению, я получаю также 40 изумрудов за бой, несмотря на то, что, ну, я думал, может быть, надо разогнаться. Сначала, как бы, в начале прошлой лиги давали мало изумрудов, а потом побольше. Но нет, у меня вот уже 2500 кубков, и я даже сейчас в топ-10 вхожу. Если всё будет дальше, так же хорошо, могу даже призовые грибы получить. Кстати, что хотел бы сказать. Здесь почему-то мне гораздо проще, чем в предыдущей лиге. Несмотря на то, что у меня довольно слабые герои, я довольно легко занял это место в десятке. Ну, а вот изумрудов по-прежнему мало. Так что не знаю, зачем я сюда выбирался. Но разве что здесь действительно почему-то мне проще. Так, ну ладно, друзья, что хочу сказать. 5000 изумрудов. У нас есть возможность сейчас прокачать уже нашего самурайсона. У него будет теперь 23000 здоровья, 5000 урона, 5800 даже. Это, ребята, действительно очень хорошо. Великое достижение, ребята. Вот мы получили теперь самурайсона с тазом на голове, как я его называю, да, или это какой-то зонд. Можно так назвать. Теперь нам надо, ну, теперь нам надо одно из двух. Мы можем тратить изумруды на отравляется, но у нас нету изумрудов. А к тому времени, как они у нас будут, мы уже с помощью наших корабельных плаваний заработаем необходимое количество золотых на нового героя. У нас пока что нету энергии, так что, я думаю, продолжу наш выпуск в следующий раз. Я вот его сейчас снимаю в пятницу, а вот уже продолжу, наверное, в понедельник, потому что выходные не смогу снимать. Так что, думаю, и в турнире, поэтому у меня подвижек не будет. Я, наоборот, буду только скатываться. Ну ладно, увидимся через пару секунд для вас и через несколько дней для меня. Я всего лишь вот снял этот небольшой стартовый кусочек, чтобы потратить изумруды у вас на глазах, ну и как бы похвастаться своими достижениями. Итак, друзья, вот мы наконец-то и добрались до понедельника. Я думаю, в этот раз вы сможете проследить весь ход моей съемки. Первая часть была снята, да, в пятницу, я не помню, уже, по-моему, в пятницу. Вот часть, которую мы сняли в понедельник. Так, итак, у нас, наконец-то, приплыл наш корабль, у нас есть 21 тысяча золотых, теперь мы готовы купить нового героя. Так, он заменит нам самого слабенького, наверное, нашего Диацена. Так, где тут у нас? Диацен, конечно, пожирнее, чем отравляйсон. Я даже не знаю, может быть, его и стоило бы оставить. Ну, хотя у него только один артефакт может быть на руках, так что мы как раз его и заменим. Артефакты очень важны, ребята. Так, и возьмем мы, возьмем, вот, возьмем мы манипулинг. Манипулинг. Отлично, 12 тысяч здоровья, 2 тысячи атаки. Это, это уже хорошо, это уже серьезно. Не то, что было раньше, поставим его, наверное, на второе место, поменяем их местами. Так. Вот так вот. Так, ну и надо дать ему какие-то артефакты позабористей. Ну, у меня самый лучший, это договор хель из оставшихся, из тех, которые мы не дали самурайсону. И, наверное, ну, наверное, отберем бомбу. Так, и надо еще один артефакт отравляйсону дать. Я даже не знаю, что дать, у меня нету хороших артефактов. Вот это, кстати, одна из моих проблем, у меня действительно просто нету хороших артефактов. У меня все артефакты как-то так, ерунда какая-то. Ну, давайте возьмем огненные кулаки. Пускай будет толку, правда, от них немного, но сколько там урона? Ну, совсем чуть-чуть, да? Ладно, бог с ним. Кстати, раз уже зашла речь об артефактах, у нас сейчас 152 свитка. Еще чуть-чуть, и мы сможем прокачать. Ну, я думаю, качать я буду силу Мьелнера. Так, ну, было бы неплохо. Так, ну и давайте, наверное, ребята, отправимся в турнир. Нам теперь нужно кучу изумрудов, потому что наш новый герой, ну, чтобы его улучшить надо 4000, 4000 изумрудов. Это очень много. Самурайсона мы, слава богу, прокачали до конца. Теперь придется потеть над манипулингом. Ну, что ж, отправляемся на турнир. Кстати, хотел сказать, ну, что вот нынче, как-то в этом турнире, мне как-то было попроще. И враги мне почему-то казались попроще. Так, вот, правда, сейчас мне сразу подсовывают 18000 хп. Ну, ладно, у нас... Наш самурайсон покруче будет. Ну, и также хотел сказать, что как-то быстро здесь трофеи набираются. Я не успел заметить, как набрал 3000, а там надо было набрать всего лишь-то там 3000 с лишним. Я даже решил сознательно остановиться, чтобы не уходить из той лиги, в которой я сейчас нахожусь. То есть, мне она показалась перспективной, в том плане, что, я думаю, если повезет, в ней можно занять призовые места. В общем, сейчас попробуем, поснимаю. Буду воевать на турнирах и за кадром, и непосредственно в кадре. И показывать вам, ну, допустим, по 10 боев каждый день турнира. Вот сегодня первый день. Так, отлично. Отправляем парня в тиски, и нам остается только добить скелета. Первый день и первый бой. Сейчас, конечно, я еще только в самом низу, поэтому буду драться со слабыми противниками, наверное. Так, и вот смотрите, сразу за первый бой получаем 100 кубков. Так, что-то не посмотрел, на какое место нас закинуло после первого боя. Ну ладно, посмотрим, на какое закинет после второго. Так, все. Два трупа. Остается у врагов только самурайсом. Гораздо слаб же моего. У моего самурая и артефакты неплохие на урон. Правда, с одного раза он все-таки не добил, поэтому я именно и хочу прокачать наш Мьолнер, потому что, ну, охота побольше урона наносить, это раз. А два, хотелось бы, ну, знаете, часто, когда я именно отправляюсь сражаться с пиратами, вот там чуть-чуть, и у них здоровье у всех остается, так бы можно было просто с одного хода их всех убивать. Так, как бы так. Вот дедушку лучше не трогать было бы, потому что он слабый, и нам выгодно, если он ходит. Потому что пока ходит он, не ходят вот эти ребята, у которых большой урон. Так, ну все, отлично. Рикошет, победа. Поднимаемся еще выше. Не сильно, на 6 позиций. И у нас уже 300 кубков. Три боя, 300 кубков. Кубки набираются легко и быстро. Так, что тут у нас? Сразу бьем троих. Довольно больно. Так, а у кого, кстати, урон побольше? Ты, дедушка, 2700. Взрыв наносит 481 урона. Викинг воскреснет с 25% здоровья. У тебя 3200. Ну, с тебя тогда и начнем. Так, того, кто в центре вот этого рогача, попробуем не бить. Пока что оставить. Так, вот так, что рогач ходит. Ну ладно, он в тиски может кинуть нашего противника. Правда, он живучий. Так, ну вот теперь все. Сейчас двоих убьем. Отлично. И остается самый слабый из героев врага. Но это уже наша победа. Тут бесспорно. Поднимаемся выше. Ну, давайте еще один бой. То есть, грубо говоря, если не проигрывать по 100 кубков, ну, наверное, за 10 боев можно как раз 1000 кубков и набить. Это не сложно. Так, ну, начнем с самурайса. Но он единственный, кто тут представляет опасность. Ну, и то небольшую. Потому что, ну, наш самурайс гораздо лучше. И у нас теперь есть хороший герой в виде нашего нового приобретенного. В общем, этот враг по героям гораздо слабже. Что у него там с артефактами мы, конечно, не знаем. Но я не думаю, что что-то хорошее. Можно пробежаться, посмотреть. Но мне даже не интересно. Так, отлично. Так еще толкнули двоих на этот шипастый шар. Ну, вот и все. Победа. Получаем на этот раз не 100 кубков, а 99. По-моему, там чем выше забираешься, тем меньше тебе кубков уже дают за победу. И поэтому, ну, сложнее набивать кубки потом. А вот в начале легко. Так, совсем слабый враг. Так, один удар, два трупа и еще один герой уже, так скажем, ну, треть здоровья ему отняли. Отлично. Отлично. Поднимаемся на 125-ю позицию. Отправляемся дальше. Так, задели всех троих. Никто не остался в стороне. Так, попробуем сейчас от борта, чтобы самурайсон еще на нашего. Самурайсон натолкнулся и толкнул его на врага. Ну, не знаю, получится или нет. Да, получилось. Так, ну и все. Сейчас, я думаю, двоих добьем или... Не, мы, наверное, не отскочим так хорошо. Ну, ладно, это уже не так важно. Все, мы готовы добивать. Нет, смотрите-ка, он еще жив. Ну, новый герой у нас еще пока слаб. Его бы подкачать, но для этого нам нужны изумруды. И именно поэтому мы сейчас участвуем в турнире. 40 изумрудов за бой, а нам надо 4000, да? То есть, 10 боев это 400 изумрудов, и то в случае победы. А нам надо провести 100 боев, чтобы набрать 4000 изумрудов. Ну, нет ничего невозможного. Мы поэтому двигаемся в этом направлении. Единственное, что медленно, но верно. Пугает другое. Вот то, что сейчас надо набрать 4000 изумрудов, потом там, может, чуть побольше, может, 8000 надо будет набрать, чтобы его на третий уровень прокачать. Это все не так страшно. Страшно, что... Страшна неизвестность. Вот если потом покупать еще лучше героев, сколько там надо изумрудов. Это же просто сумасшествие какое-то. Так, по 4000 урона он наносит. Не слабо. Так, ну мы его тут в тиски отправляем. Все, у врага остается последний герой. Прячется он за трупами. Ну вот мы можем от угла, да, вот так по нему ударить. И все. Победа за нами. Как видите, пока что все просто. Не знаю, посмотрим попозже, когда, так сказать, мы будем где-нибудь вверху турнирной лестницы и при большом количестве кубков. Когда, я думаю, будут маленько другие враги. Вот у меня, что плохо в моем положении, что у меня нету... У меня вроде неплохие герои, но у меня нету каких-то, знаете, таких весомых прямо артефактов. Все довольно посредственные, сказал бы я. Я бы вот хотел бы какую-нибудь руну на вампиризм. Было бы неплохо. Так, не того ударил, кого хотел. Ну ладно. Их обоих, в принципе, бить надо. Даже давайте посмотрим, сколько у тебя урона? Три с половиной. Пять шестьсот. Ну, страшные враги мы сейчас можем проиграть. Так, ну вот неплохо. Двойной удар. Враг бьет нашего слабого героя. Хотя нет, он бьет в двоих. И мы его добьем одним ударом. Блин, он воскресает. Вот это уже опасная вещь. Ну ладно. Теперь ты помрешь? Или нет? Не помер. Так, труп нас не спасет. Похоже, мы проиграли. Нет, труп-труп. Блин. Да, все-таки проиграли наше первое поражение сегодня. Да, руна воскрешения тоже неплохая вещь. Как видите, она в этот раз решила исход нашего сражения. Ладно, у нас есть энергия еще на несколько боев. Так, давайте начнем с самого толстого врага. Правда, неохота над ямой кататься. Нет, все-таки попали мы на эту яму. Сейчас нас еще толкнут по яме, прокатят. Вот, плохо начал. Надо было все-таки начинать именно снизу самурайсона. Так, ну вот опять же, очень никудышное начало. Я думаю, мы можем благодаря этому проиграть все наше сражение. Слишком как-то безответственно я подошел к этому бою. Сразу ошибка за ошибкой. И вот что нам теперь делать? Ну, выведу я сейчас самурайсона вперед. И что это мне даст? Это даст мне то, что он попадет под удар. Ну ладно, будем рисковать. До последнего теперь уже. Так, ходит рогач, это хорошо, он слаб. Но вот он погибает, это плохо. Так, сейчас попробуем тиски. Так, сейчас мы его в яму кинем, там он, наверное, и помрет. У нас урон не слабый, да еще плюс яма. Главное, чтобы у него воскрешалки не было. Не, на этот раз все хорошо. Поднимаемся на 105-ю позицию. У нас есть еще энергии на два боя. Ну, у нас есть еще, так сказать, помощь зала. Мы можем к друзьям обращаться. Так, ну, давайте начнем с самурайсона. Отлично. Парень в яму скатился. Так, что нашему дедушке делать? Вот ему даже делать нечем. Попробуй его на шар. Да, отлично. Кидаем его на шипастый шар. Вражеский самурайсон получает урон от ямы. Так, а что нам сейчас делать? Я вот даже не знаю. Ну, попробуем шар толкнуть, потому что я какой-то наводки на врага не вижу. Не, ну я могу вот так от борта через яму. Да зачем мне в яму прыгать? Я вот попробую шар толкнуть на врагов. Отлично. Сразу двоих ударили, одного казнили. Враг опять бьется об шар. Ну, и давайте его уже как-то опять на шар толкнем. Нет? Нет, не получилось. Он вот зато сам неплохо справляется. Еще одна победа. Поднимаемся еще чуть-чуть выше. Уже попадаем в топ-100. Ура, товарищи! Причем не напряжно. Как видите, я всего лишь-то наши 100 энергии начал тратить. И вот мы уже набрали 1000 кубков. Давайте еще одно сражение. Так, может быть зря я вот этого парня ударил. Даже очень зря. Потому что раз он находился в центре, он бы и бил первым, и он бы бил гораздо слабее, чем другие игроки, чем другие герои. То и как. Вот если я вот так ударю, ничего не получится. Вот так можно ударить от борта. Ох ты! Замечайте, ребят, какие сильные руны у нашего противника. Так, я хочу посмотреть, что у тебя тут. Викинг воскресенье с 15%. Дополнительно 10 тысяч урона. Неслабая руна. Вот такую бы руну я не прочь. Этого парня надо как-то быстро вырубать одним ударом, иначе ничего не получится. Но нет, он все-таки пережил. Да, у врага. У врага сейчас герой сильнее. Мы вырубаем. Так, вырубаем вражеского самурайсона, получаем скелета. Так, нам везет. Враг постоянно то на скелета отвлекается, то об трупа запинается. Но это все равно, похоже, не поможет нам выиграть это сражение. Атака у него все-таки повыше. Да и руны пострашнее. Ну вот почти мы были близки. Могли бы выиграть, но проиграли. Ладно, друзья. Я думаю, следующий блок видео мы снимем уже завтра. Посмотрите, каких успехов я добьюсь за сегодняшний день за кадром. Можете запомнить, у меня вот сейчас 1000 изумрудов, по 40 изумрудов за победный бой, так что можете сами потом посчитать, сколько выигрышных боев я проведу. Итак, друзья, наступило утро вторника. Я вчера активно принимал участие в турнире. Можете это сами увидеть по изумрудам. У нас их 2700. Было, по-моему, почти ровно 1000 было вчера, когда мы закончили видео. То есть порядка 40 с лишним побед осталось, друзья, за кадром. Я вчера, когда выходил из игры, был на четвертом месте в топе. Ну вот, Кутрус скатился до девятой позиции. Давайте сейчас будем наверстывать, будем все это дело выправлять. Так, сколько нам нужно набрать кубков, чтобы перейти в следующую лигу? 3370. Ну, это не такая уж сложная задача, тем более, что осталось два дня, с этим мы справимся. Куда интереснее мне, сможем ли мы до конца турнира претендовать на какие-то призовые места, именно на призовые места, за которые дают грибы. Хотелось бы как-то удержаться в топ-5. Ну, я думаю, мне это вполне по силам. Правда, ну, враги, враги, конечно, все сильнее и сильнее. Я вчера, знаете, вчера много боев проигрывал, но вот смотрите, этот парень лечит 6000 каждый ход. С этим хотя бы еще можно бороться. Метеорит 6000, очень, очень мощный. Нет, наверное, с ним нельзя бороться, но сейчас попробуем, конечно. Мне вчера встречались игроки, у которых руны, ну, при ударе наносят 10 тысяч урона всем в команде. И также с рунами, которые лечат по 10 тысяч здоровья всем в команде каждый ход. И даже встречались такие игроки, у которых таких рун, ну, там, штуки по две у героя, и таких, и других, и всяких. Ну, вот с этим, похоже, нам не справиться. У нас только один герой, который может нанести около 10 тысяч урона, при том, что эти ребята еще постоянно лечатся. Так, у тебя метеорит, а у тебя лечение и молния. Ну, друзья, ничего не получится, мы уже проигрываем. Ну, вот попадаются довольно-довольно сильные ребята. Тем не менее, благодаря тому, что, ну, как бы во время поражения ты теряешь мало, мало кубков, а за победу получаешь много, иногда получается все-таки выправлять. Так, ну, вот опять это, да, тот же враг, ну, просто мне везет. Один и тот же, ничего не изменилось. Ладно, с чего начнем? Начнем кого-нибудь выводить из строя. Эту карту я люблю, потому что тут еще дополнительный урон наносят вот эти постоянные. Шар с шипами, яма. Вот этим как-то можно пользоваться. Так, даже не знаю, как бы сейчас ударить. Как бы не ударил, по-моему, в любом случае плохо получается. Вот, одного убили. Так, и потеряли самого мощного нашего героя. Теперь нам, похоже, не на что рассчитывать. Так, теряем старика, ну, вот этот парень, наш оставшийся герой, манипулинг, он довольно слаб, поэтому, поэтому, я думаю, можно сказать, что мы уже проиграли. Да, один удар, и он погиб. Ну, он будет у меня получше, но для этого надо сначала набрать достаточно изумрудов. А пока что он у нас первого уровня, и поэтому... Вот, видите, дополнительно 10 тысяч урона. У этого парня тоже 10 тысяч урона от руны. Ну, и у этого парня тысяча урона всем каждый ход. Вот, вот с такими, ребят, врагами, ну, справиться при моих героях, это, ну, можно сказать, невозможно. Так, все, один удар, и... Ну, нету смысла тут что-то пытаться выкрутить. Не, мы все равно тут проигрываем. Вот это еще самый безобидный герой. Так, все, сейчас наводка по прямой. А, а, самурайсон ходит. Ну, удар самурайсона мы еще переживем. Ну, вот теперь надо как-то, по идее, прятаться. То есть, бить, бить его нету смысла. Он нас следующим ходом ударит, нам надо как-то прятаться. Не знаю, куда, там вот, допустим, туда, за труп. Ну, вот как-то вот так надо себя вести. Так, теперь его можно бить. Следующим ходом ходил бы самурайсон, но нас это тоже не особо спасает. Если бы он как-то промазал. Не, нас просто травилка убила. Ладно, ребят, тут все довольно сложно. Знаете, я даже иногда встречал таких противников. Может быть, мы наверняка сейчас рано или поздно на кого-нибудь натолкнемся. Но, смотрите, лечит на 10 тысяч урона каждый ход. И метеорит. Вот можно просто вот так вот. Вот, все. Подрались. Этому мы проиграли. Идем дальше. Так, тут у нас что? Так, плюс тысяча к атаке всех. Скелет. Слушайте, ну, вот с этим парнем хотя бы можно сражаться, потому что у него нету грозных рун. У этого парня все довольно-таки простенько по рунам. У него хорошие герои, но руны слабые. Руны слабые, как у меня. Вот это тоже моя проблема в том, что у меня нету хороших рун. Так, ты, парень, 11 тысяч урона. Ты, самурайсон, я даже не вижу, но явно поменьше. Так, сейчас мы его в тиски загоним. Так, жаль, что он начал бить все-таки нашего самурайсона, а не вот этого деда Косматова. Так, отлично. Сейчас нашим самурайсоном добьем этого старика, попробуем как-то за его трупом спрятаться. Хорошо бы, чтобы там вот скелет, если будет ходить. Это мне не особо опасно, только если он на меня кого-нибудь толкнет. Так, тут 5 тысяч урона, тут у нас 6. Значит, начнем с самурайсона. Так, вот опять же враги не могут до нас добраться. Добиваем самурайсона. Сейчас будет ходить скелет. Скелета можно не бояться, у него почти нету урона. Это даже нам выгодно, что у врага есть скелет. Так, ну вот, что нам не выгодно, что сейчас трудно добраться до противника. Ну, будем пытаться от трупа отскочить. Да, отлично. Нам уже можно его не особо бояться, у него урон поменьше. Блин, у него урон-то поменьше, но вот крит... На крит никто не рассчитывал, друзья. Ну, как видите, друзья, тяжко мне сейчас на арене добиваться побед. Вот, на 10 месте и никак не можем подняться. Ну, я думаю, что-нибудь вымучаем. Нам рано или поздно дадут более-менее адекватного врага. Ну, самое обидное, что часто попадаются такие враги, с которыми просто бесполезно сражаться. Вот, за один удар 10 тысяч урона от руны, потом 18 тысяч... 8 тысяч урона от героя. То есть, суммарно 18 тысяч урона он наносит за один удар. Ну, и к тому же лечит каждый ход по 4 тысячи урона. Ну, в общем, опять такой, знаете, какой-то безвыходный герой. Так, здесь ничего страшного, здесь тоже ничего страшного. То есть, нам, по идее, главное сейчас вырубить вот этого мужика в центре. Лужа нас, конечно, отклонит, она нам не даст, но будем надеяться, что она нас как раз на него и отклонит. У нас... Ну, мы можем только с этой надеждой вот сейчас и бить. Нет, ничего не вышло. Так, он подходит к нам поближе. Один удар, два трупа. Кстати, вот нашему... Так. Ладно, нам те... У нас есть два хода до его следующей атаки. Так, ну попробуем сквозь трупа проехать и ударить его от борта, хотя вряд ли что-то получится. Ну да, ничего не выходит. Один ход мы потеряли. Все, в тиски нас загнали. Ясно. Двигаемся еще ниже. Продвигаемся вниз по турнирной лестнице. Ну, ничего, мы это сможем поправить. Нам бы хотя бы одну победу. Так, что тут у нас? Скелет. Вы знаете, враги попадаются теперь постоянно одни и те же. С этим мы уже... Я уже дрался. Я уже дрался в этом видео. А еще хочу сказать более того, я с ним не раз дрался еще за кадром. Я их уже скоро как родных буду знать, всех моих противников. Так, ну, нам опять же главное нижнего выводить из строя. Но вот как-то мне не получается так поставить героев, чтобы было удобно его бить. Ну, давайте вот так вот. Отлично. По троим прошлись. Да еще и ему в лапы не попались. Так, что теперь делать? Ну, давайте вражеского самурайсона выведем из строя. Так, отлично. Нас просто бог уберег от того, чтобы наш самурай попал в тиски. Так, и теперь давайте сами его вот так вот отлично ударим. У него всего лишь 2000 хп остается, и он за трупом. Замечательно. Нам везет. Этот матч, я думаю, уже можно считать выигранным. Так, добиваем нашего верхнего. Хотел вообще нижнего. Ну, ладно. Так, он выдает крит. Больной крит. Но это не так смертельно. К тому же, вот, мы тоже выдаем крит, и враг призывает скелета. Он не особо страшный, но это самый сильный скелет. Ну, то есть договор хель прокачан у него на 10 уровень. Но скелет довольно слаб на 10 уровне. Мне не нравится. 4000 хп, 1000 урона. Ну, не туда и не сюда по сравнению с теми героями, которые сейчас есть на поле боя. К тому же, на скелета не действуют артефакты, которые действуют на ваших героев. То есть, если у вас есть вот такая плеть, как у меня, которая увеличивает урон всех ваших героев, на скелета она не действует. Так, ну и мы возвращаемся на наше 10 место. И отправляемся дальше. Так, что тут у нас? О, смотрите. Злобсон совсем без рун. У этого парня руна урона. У этого парня молоточек. Так, ну что хочу сказать. Герои, вражеские герои, не особо страшные. Вот. По центровому мы все равно не попадем. Пока что ударим вражеского самурая, сана. Закрыли нашего самурая. Так, теперь нашим самураем. Можно вот так попробовать от борта его ударить. Еще толкнуть на нашего... На нашего... Господи, забывай, как этих викингов зовут. Так, ну ладно. Пробуем от борта. Отлично. Получаются тиски. Так, враг тут все петарды сгреб. Еще и по мне ударил. Так, у нас получается остается только один герой. Так, нам сейчас надо... Надо пробовать сразу двоих убить. От одного отскочить на второго. Иначе мы можем не пережить следующего раунда. Так. Двоих убить не удалось. Так. Ну ты же меньше пяти тысяч меня ударишь. Меньше. У меня еще две тысячи остается. И... И мы добиваем тебя. Да. Раунд выигран. С трудом, но выигран. И мы поднимаемся на восьмое место. 3149 кубков. Ну вот. Могли бы и на седьмое. Понятно, там одного кубка не хватило. Ладно. Ура, товарищи. Вот как видите, можно побеждать, несмотря на то, что мы вначале проигрывали. Так. Я мог бы вот по фотографиям уже вспоминать. Я помню, с этими я дрался. Ну, совсем не помню, что у них за герои. Но эту парочку мы помним. Точнее, я помню. Так. Так. Воскреснет. У тебя что? Вот. Метеор. 10 тысяч урона всем. И лечилка. 10 тысяч здоровья всем. Короче, вот с этим парнем. С этой парочкой я, наверное, ни разу не справлялся. Слишком жесткие руны у их главного героя. Смотрите. То, что мы нанесли, какой урон, он тут же и восстановил. Тут надо, как бы, единственная возможность мне его как-то передамажить. Это тиски и прочее. Но, как видите, ничего не выходит. Опасный враг. Жесткий. Хотелось бы, на них не попадаться. Так. Теперь Антон Толстых. Посмотрим. Что у тебя? Так. Ничего. Ничего страшного. А. Вот с этим мы дрались. Да. Мы его недавно одолели. Ну, что ж. Будем пробовать еще раз. И причем на этой же карте. Я эту карту не особо люблю. Но. Выбирать не приходится. Так. Он сейчас об бочку ударится. Ничего не сделает. Нет. Смотрите-ка. Сделал. Так. В прошлый раз у нас лучше начало было. Ну, сейчас я могу его только вот так толкнуть. Так. Давайте даже вот так, наверное. А то бы мой самурай... Ну, если бы я там бил по-другому, он бы вниз улетел. Там бы его принимать стали дружественно в объятия. Но мне это не надо. Так. Пробуем от борта. Нам главное вот этого парня убить. Все остальное не так важно. Так. Отлично. Теперь пробуем сразу двоих задеть. Так. Ну и все. Остается наш самурай против вражеского. Ну, вражеский не так хорошо прокачан, как наш. И у него не такие. Хотя руна у него тоже хорошая. Но не важно. Его уже ничего не спасет. Мы побеждаем. Мы снова побеждаем. И поднимаемся на седьмое место. До следующего, до шестого места. Кстати, надо прилично очков набрать. Ну, ладно. Будем работать над этим. Так, здесь у нас хилунг 8900 атаки, 36000 здоровья. 1000 атаки, 4000 атаки. Но нам, по идее, надо вот этого центрового ни в коем случае не бить, а бить только верхнего. Потому что, если мы убьем ему центрового, то нам сразу станет гораздо тяжелее. Так, сейчас тиски. Все, первого героя теряем. Ну, будем надеяться, что сейчас будет ходить. Так, вот так вот и ударим. Так, что ты промажешь? Нет, не промазал. Я надеялся, что он от Ап Самурайсона запнется. Так, ну, попробуем его на шипастый мяч толкнуть. Так, давайте маленько опустим камеру, чтобы попробовать от борта попасть. Вот при такой наводочке должны попасть. Еще на шипастый мяч его. Так. Ты куда и катишься? Ты же сейчас об яму, не дай бог, сам себя убьешь. Так, все, добиваем их самого грозного героя. Отлично. Ставим перед собой труп. Вражеский самурай по нам, наверное, не попадет. А сам вот подставляется под наш удар. Отлично. Замечательный. Исход. Так, ты нас только в тиски не толкни. А так-то твоя атака нам не особо страшна. Добиваем вражеского самурая. Все. Можно считать партию выигранной. Парень сам себя казнил. Зарабатываем почти 3200. Если мы сейчас еще одну победу одержим, то мы поднимемся на одну позицию в этом турнире. На шестое место. Так, что-то у нас 3600. Никаких особо страшных рун. Тут тоже ничего особо страшного. Да, в целом, в целом можно жить. Герои, конечно, мощные. Но руны не страшные. Меня в последнее время не столько героев, ребят, пугает, сколько руны. Руны у некоторых бывают очень жесткие. Так, сейчас двоих ударим. Потом будем сами, правда, огребать. А, нет. Я надеялся на другой отскок. Ну, ладно. С другой стороны, хорошо, что мой самурай-сен пока что жив, и его никто не трогает. Его не особо бьют враги. Так, сколько у тебя? 7000 урона, а у тебя 8000. Надо все-таки тебя в первую очередь выводить из строя. Не знаю, правда, насколько получится. Вот получится сейчас двоих ударить. Получилось. Так, отлично. Враг тратит ход в никуда. Так, сейчас мы добьем этого. Ну, все. Я думаю, мы победили. Хотя у нас примерно равные герои. Так что говорить рано. Сколько у тебя атаки? 7300. 7300 плюс 600. Это получается у него 8000 атаки, да? Плюс у меня эта травилка, которая травит. Ну, даже не вижу, сколько она сейчас травит. Надо вот так опустить. Не вижу, сколько она травит. Но у меня очень большие шансы все-таки не пережить. Так, ладно. Не, по-моему, я переживу даже его удар прямой. Несмотря на травилку. У меня еще останется хп. Мало, но должно остаться. Вот. Но мы попробуем по-другому. Прячемся за труп. Враг бьет от борта. Да, мы все-таки выжили. И, значит, победили. Отлично, друзья. Поднимаемся на шестое место. Но это не предел. У нас есть еще энергии на один бой. Но что вам скажу. Сейчас мы закончим этот бой. И потом я уже буду биться за кадром. А вы увидите мои бои завтрашние. И потом уже в итоге покажу вам результаты этого турнира. То есть, грубо говоря, мы, так сказать, посмотрели за одно видео. Посмотрим мой турнир от начала и до конца. Так, шанс лечения на 104-146 при убийстве. Ну, это не страшно. Это вообще ерунда. Так, слушайте. Но этого парня слабые герои. И слабые артефакты. Это просто маны небесные. Это просто лафа. Я сейчас запросто тут справлюсь. В этом я уже не сомневаюсь. Вот бывает иногда везет. Иногда подсунут слабого противника. Вот этого парня не трогаем. Он довольно-таки слаб. Нам главное... Ох ты, черт побери, тиски. Запрещенный прием соски в тиски применил наш оппонент. Вот ему за это. Так, что ты никак не пролазишь? Вот. Как-то так, да? Прорвемся. Ну, тем не менее. Тут уже наша победа очевидна, друзья. Даже можно не ходить к гадалке. Сейчас попробуем сразу двоих ударить. Отлично. Два трупа и наша победа. Поднимемся выше? Нет. Очков не хватает. Так, и у нас... Ну, давайте еще один бой. У нас через 27 секунд накопится энергия. Потом уже начну просить у наших друзей. Я вот смотрю, нет никакой разницы между каким-то шестым, пятым, четвертым местом. Все равно получаешь по четыре гриба. Ну, ладно. Все равно надо стремиться к лучшему. Так, что тут у нас? Манипулинг. А, так это манипулинг. Я всегда думал, что это какой-то другой вообще герой. А это, оказывается, манипулинг. Так выглядит при, как я понимаю, максимальной прокачке. 33 тысячи здоровья, 5 тысячи атаки. Ну, неплохо. Жирная бочка. Воскреснет с 50 процентами. Лечит 879. Но 879 это не 10 тысяч. Так, руны. Руны. Руны у врага. Руны не сильные. Бомбы наносят 2968 урона. Так, ладно. Так, погодите. Все-таки кого бояться? У этого 2000 урона от 5000, 5000. Ну, надо самурайсово в первую очередь выводить из строя. Так, отлично. Бьем сразу по троим. Так, враг от борта уничтожает нашего самого слабого героя. Это нам на руку. Попробуем сразу двоих. Не, не выходит. Но все-таки этот бой мы, похоже, проиграем. Жесткий враг. Так, сейчас ходил самурайсово. Значит, сейчас будет ходить вот этот парень. Так, ладно. По нему и ударим. Да? Или нет? Вот как-нибудь вот так. А, нет. Плохо сделал. Я вот как раз наоборот хотел обезопасить своего самурайса. Но в итоге я его подставил под удар, да еще и в тиски. Это, ребята, очень плохо. Двойной удар. Тиски. Но это нас, ребята, не особо не спасает. Не, а тут мы все-таки проигрываем. Ну, это еще один звоночек в сторону, что нам надо набирать как можно быстрее уже изумруды и качать своего собственного манипулинга. Так, ладно. На этом наша энергия закончилась. Я за кадром посражаюсь. А вы увидите в продолжении этого видео уже бои на третий день турнира. Итак, друзья, мы продолжаем третий день турнира. У нас идет, как видите, 3488 у нас изумрудов есть. Еще денек на турнире побегаем. И у нас будет достаточно изумрудов, чтобы прокачать нашего вот этого парня. Не помню, как его зовут. Я скатился на 17 место к утру. Вечером я заканчивал примерно на 6 месте. Да? А если мы берем до этого день, то я заканчивал на 4 месте. То есть, все равно отстаем помаленьку. Ну и хотел бы все-таки отметить, что я вчера поменьше воевал, чем днем ранее. Но и плюс ко всему этому, чаще проигрывал. Потому что враги все сложнее и сложнее. Вот часто попадаются вот такие ребята. У него у самого 40 тысяч хп и руны лечения на 10 тысяч. Знаете, самое интересное, что тут можно просто сразу выходить. У этого лечения... Ну, я ничего тут не сделаю. Даже как-то... Вот можно было бы там какими-нибудь тисками справляться. Ну, вот и все. Или надеяться на какие-то баснословные криты. Так, ну вот. Тиски загнали парня. У него 26 тысяч хп. Сейчас посмотрим. Сейчас будет 36 тысяч. Его очень трудно пробить. Почти невозможно. Даже крит. Крит это, по-моему, двойной удар. Да, если я не ошибаюсь. Ну, вот даже крит меня какой-нибудь здесь не спас бы. Так, ну ладно. Давайте. Даже не попали. Ну, вот и все. Можно считать этот бой проигранным. Ладно. Отправляемся дальше. Не будем тянуть кота за хвост. Будем стараться как можно быстрее. Кстати, потеряли только 2 очка. Вот чем выше забираешься, чем больше трофеев набираешь, тем меньше тебе дают трофеев за победы, но и за поражение. На поражение ты тоже теряешь меньше. Я вот помню, когда ты терял 4, потом 3, теперь уже по 2 очка. Так. Ну, давайте сначала посмотрим. Вот у них тоже руны лечения. Лечит 10 тысяч здоровья. 2 руны. То есть за ход они лечат по 20 тысяч здоровья. То есть если не убил за один удар, то все, он восстановится полностью. Ну, ладно. Давайте до конца это домучаем. Ну, вот и все. Надо сказать, нашего главного дамагера мы уже теряем. Как видите, враги жесткие, но при всем при этом можно все равно подниматься вверх по турнирной лестнице, потому что нет-нет, а попадется все-таки кто-нибудь слабенький. Ну, и тогда можно неплохо подняться. Так, что у нас здесь? Опять же, метеорит на 10 тысяч урона и руны лечения, ну, на 2 900. Ну, у этого парня тоже метеорит, то есть у нас 2 очень жестких врага. Так, здесь ничего серьезного. Даже, знаете, часто можно вообще посмотреть, стоит ли с врагом драться или нет, если взглянуть на самого мощного героя у врага. Потому что, как правило, самые сильные руны ставят на самых сильных героев. То есть если там всякие метеориты, которые по 10 тысяч урона наносят, и руны лечения на 10 тысяч здоровья, то, ну, лучше не соваться. Можно сразу сдаваться и переходить к следующему, чтобы не тянуть время. Ну, вот здесь, допустим. Смотрим. Лечит 10 тысяч здоровья. Все. Идем дальше. Теряем 2 очка. Скатились уже на 18 место. Ну, я хотел бы отметить, что сейчас довольно плотно все игроки идут друг к другу. То есть пара побед, и ты можешь сразу подняться очень высоко. Так. Ну, смотрите. Здесь, кажется, ничего страшного нету, если говорить о рунах. С этим парнем я даже его помню. Ну, я уже тут практически всех помню. С каждым хотя бы по разу подрался. С этим парнем можно, вполне можно, адекватно сражаться. Так. Сначала нам вот этого, главное, как-то побить. Желательно его куда-нибудь на шипы постоянно толкать. Вот так вот-то. Об колючий шарик. Так. Одного героя потеряли. Так. Ну, будем надеяться, что наш парень, наш самурайсон, долетит и убьет. Блин, чуть-чуть здоровья у него осталось. Это очень плохо. И тем более, нас сейчас загоняют в тиски. Если бы мы его убили, ну, даже тогда мы вряд ли могли бы на что-то рассчитывать. У врага все-таки живучие герои. Но только рассчитывать, что они вот так будут мазать. Так. Давайте об колючий шар. Ну, и все. Теперь твоя ответная атака. Погибли все-таки. Но с этим парнем я справлялся. С ним хотя бы можно драться. Это адекватный соперник, у которого нету таких, знаете, жестких рун, которые лечат по 10 тысяч здоровья, дамажат по десятке. Так. Викинг воскреснет после смерти. Ну, воскреснет и воскреснет. Он хотя бы не такой жесткий. Так, чуть-чуть не докатился. Отлично. Прячемся за труп. Ну-ка, спасет он нас? Нет, не спас. Ну, все, можно выходить. Наш вот этот старик, он... У него довольно низкий урон, он сам в бою не справится. Вот, как видите, на третий день турнира совсем тяжело. Не подсовывают мне легких противников. Все довольно сложны. Викинг воскреснет. Руна лечения на 10 тысяч. Идем дальше. Так, вот, что у нас здесь? Лечат 10 тысяч здоровья. Так, мы по-прежнему на 18 месте. Ну, дайте нам кого-нибудь победить. Так. А, вот, смотрите, вот он. Вот он как раз тот противник, о котором я говорил, что нет-нет, а кого-нибудь слабенького... Кого-нибудь слабенького подсунут. И вот он этот слабенький, вот он тот парень, который поднимет наш рейтинг. Ну, и ему-то я в любом случае не проиграю. Так, отлично. У врага остается последний герой. У него не так уж... У него много здоровья, небольшая атака, его не стоит бояться. Вот все, у нас открылась прямая линия для удара. А наш самурай, он очень больно бьет, поэтому одного удара вполне достаточно. Итак, за одну победу мы поднимаемся на 17 место. Ну, хотелось бы, конечно, повыше. Так, тут у нас опять руна лечения на 10 тысяч. Беда. У меня только один герой может нанести больше 10 тысяч урона. Все остальные бьют довольно слабо. Так, ну вот, может фейерверки мне помогут. Так, все, отлично. Этого мы побороли. Враг мажет. Так, сейчас будет вражеский самурай сам ходить. Но сначала мы на шипы его и вот за бочку. Отлично. Теперь он по нам не попадет. Похоже, этот бой мы сейчас выиграем. Добиваем самурайсона и остаемся один на один вот с этим парнем. Но он не такой жесткий. Ну, вот видите, даже руны, такие хорошие руны можно побороть, если они, конечно, не на всех героев у него одеты. Иногда, знаете, встречаешь, что у врага на всех героях руны, которые при ударе наносят массовый урон 10 тысяч. Это жестко. А иногда даже по две таких руны, то есть 20 тысяч урона, Так, поднялись на пятнадцатую позицию. Идем дальше. Так, что тут у нас? Десять. Так, десять тысяч урона, четыре тысячи лечения. Здесь викинг воскреснет. Ну, а здесь вообще ничего. Вот этого зелененького нам пока что убивать не следует. Следует сражаться только против центра. Так, сейчас, похоже, тиски будут, и мы теряем нашего самого страшного викинга. Этот бой мы проиграли. Так, три-две-одна. Получаем еще десять энергии. Ну что ж, и наш последний бой. Что тут у нас? Три тысячи семьсот, семь тысяч. Так, ну я тут не вижу страшных рун. Все руны довольно адекватные, нормальные. Так что можно спокойно биться. Так, у тебя сколько урона? Три семьсот. Да это же вообще замечательно. Даже герои слабоватенькие у врага. Вот, один есть хороший. Беда, что я не могу никак к нему пробраться. Ну ладно, будем бить тогда от борта вот так. И отходим на задний план. Это тоже хорошо. Не ставим героя под удар. Но плохо, что мы одни против троих. Они же сейчас нас будут клупать один за другим. С другой стороны, хорошо, что всегда наш самый сильный герой ходит. Он хотя бы может побольнее бить. Так, ну нет. Все, тиски, рикошет и мы проигрываем. Ну что ж, вот такие вот дела, ребят. Я не знаю, сниму вам потом, сколько там до конца турнира осталось. Один день, 16 часов. Ну, значит, еще завтра можно будет снять бои. В общем, завтра увидите результаты моих сегодняшних стараний. Точнее, вы увидите все за раз. Я всегда забываю. Просто все это скомпонуем в одно видео. Ну вот, ребята, еще хотел показать. Вот я только что потратил всю энергию при вас и еще потратил всю поддержку от друзей. То есть, можно там несколько раз друзей-то попросить, чтобы они вам подкинули энергию и вы отправились в бой. Это происходит моментально. В итоге, в ходе всех этих боев я поднялся еще чуть-чуть выше, на 12-ю позицию. Ну и хотел бы вот сказать, что совсем немного, да, отделяя 12-ю позицию от 5-ой. Казалось бы, там порядка 150 кубков. Ну, если быть точным, по-моему, 147, да. Ерунда, ну, если так-то поразмыслить. Но заработать эти кубки уже гораздо тяжелее. Не каждый бой оборачиваются победой, а чаще наоборот. Ну ладно, будем стараться, будем продолжать биться. Ну что ж, ребята, вот небольшой, так сказать, момент. Я думаю, завершение нашего турнира. Ну, я потом скажу результаты. Ну вот, до конца турнира осталось 8 часов. Я на восьмом месте. 3926 кубков. Кстати, вот на пятом месте не так уж далеко, да, 3961. Энергии у меня совсем нет, но вот на один бой сейчас хватит. Поддержку друзей я тоже все потратил. И почему я показываю этот момент? Ну, потому что в течение этих 8 часов я уже играть не буду. Там потом буду вечером, короче, делать своими делами, заниматься. Потом лягу спать. И только на следующий день узнаю результаты турнира. Ну, я думаю, я скачусь там куда-нибудь до какой-нибудь 15-й позиции. Может быть, до 20-й. В общем, посмотрим. Ну, в любом случае, ну, 2 гриба я в любом случае, я думаю, получу. Может быть, и все 4. Ладно, давайте еще один бой проведем. Если нам повезет. А нам повезет, ребята. Потому что таких слабых врагов, да еще и без каких-то хороших рун, ну, такие слабые редко попадаются. Попадаются мне, на самом деле, в основном чаще какие-то манипулинги прокаченные. Ну, и даже герои более сильные попадались. Здесь все-таки все довольно-таки просто. Здесь вообще все, даже я бы сказал, предельно просто. Давайте сейчас еще попробуем так, чтобы он в того парня справа ударился и толкнул его на шипастый шар. Не, что-то я не подрасчитал. Так, ладно, ты толкай его в яму, в долговую яму. Так, ну, ты, наверное, бей вот этого, он пострашнее. А уж с рогатом мы разберемся напоследок. Ох ты, смотрите, у него руна воскрешения, какой молодец. Ну, воскрес-то, и что дальше? Тебе это не особо-то поможет. Можно вообще его напрямую ударить, вот даже попробовать от борта. Какая разница, все равно через яму поедем. Ладно, этого добиваем, и если повезет, да. Двойное убийство. Все мы рассчитали верно. Получаем чуть-чуть очков и поднимаемся на седьмую позицию. Ну что ж, вот так на седьмой позиции мы и закончим. Закончим для нас турнир. Потом посмотрим, на какую позицию я скачусь за 8 часов. Итак, друзья, наконец-то пришли результаты за участие в турнире. В итоге я получил не 4, а всего лишь 2 мухоморчика. Ну что ж, как бы так и предполагал. Окей, мы радуемся. Сначала вообще, знаете, игра загрузилась. Я посмотрел там турнирное место и так далее. То есть ничего не увидел. И подумал, что ну неужели я вообще ничего не получил и никакого сообщения не выпало. Оно как-то пришло попозже с небольшим запозданием. Я уж начинал удивляться. Думал, сейчас буду снимать видео о том, что вообще ничего не дали. И все это довольно странно. Также я перешел в новую лигу. Лигу Ярлов. Ну вот такие вот дела, ребята. Конечно, затянувшийся выпуск у нас получился. Но зато мы в этом выпуске смогли вам показать от и до, как я участвую в турнире по дням. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А я на этом попрощаюсь. С вами был 11.1. До новых встреч, друзья. Ну и хотелось бы вот еще напоследок сказать, что ну, к сожалению, я не знаю. Но мы никак не можем узнать, на каком месте я был именно в прошлом турнире. Никакой статистики, никакой истории я нигде не вижу. Ну ладно, не будем заморачиваться на мелочах. До новых встреч, друзья. Ах да, кстати, друзья. И что касается новой турнирной лиги, я в ней вот поиграл сейчас. Потратил всю свою энергию под ноль. Также потратил все поддержки своих друзей. И поднялся сразу до восьмой позиции. При этом, ну, как бы хотел бы отметить тот факт, что это еще все-таки рано. Вот у нас в Сибири 10 часов утра. А там где-нибудь в Москве и того раньше 7 часов утра. Да, поэтому многие еще, как бы, не вступили в эту гонку. И поэтому многие игроки еще даже не проснулись, чтобы поучаствовать в турнирных сражениях. Хорошие, матерые игроки. Так что пока что еще рано говорить о каком-то успехе. Да, ну и у нас, кстати, через 10 секунд будет доступна еще одна единичка энергии. Сможем отправиться в бой и, ну, как бы, показать вам кусочек битвы в новой турнирной лиге. Так, все. 10 энергий есть. Отправляемся. От этого центрального мы, конечно, зря вырубили, но ладно. Отправляемся. Так, отлично. Враг выдает промах. Это нам на руку. Так, что нам сделать? От борта его ударить. Так, жаль убивает нашего самурайсона. И у него довольно сильные руны, да, по 10 тысяч урона. Ну, и, к сожалению, за один удар мы его не вырубим. Надо как-то пытаться ударять и прятаться за трупа или еще куда-то. Его туда в трупов обгонять. Ну, не знаю, вот... Нет, ничего не выходит. Так, ну ладно. Этот бой мы проиграли. Ну, как видите, не все так просто. Раз на раз не приходится. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...